Господи, Сил, с нами будем, и таково раздель Тебе, помощником скорбых неимом, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Хочется поделиться цитатой Святейшего Патриарха Кирилла. «Когда пловец опускается под воду, а с каждым метром вглубь он испытывает на себе большее-большее давление. Потом наступает такой момент, когда без специальных средств человек дальше опускаться не может. Ему нужны запасы кислорода, скафандр и многое-многое другое. Потому что среда, и с вполне дружелюбной, каковой она может быть на поверхности, становится совершенно враждебной на глубине. Тот же образ можно применить и к человеческой жизни, и к человеческому опыту. В детстве все кажется очень легко, красиво, все вокруг добрые, хорошие. Но как только человек начинает погружаться в глубину, в глубину жизни, мировосприятия, отношений с окружающими, он все больше и больше испытывает на себе давление среды. И ведь бывает так, что под давлением среды разрушается человеческая личность, нередко в самом молодом возрасте. Разрушается не только духовно, но и физически. От алкоголя, наркотиков, от распущенного образа жизни. Повышение уровня комфорта, а совершенно очевидно, что уровень комфорта в наши дни постоянно растет, нередко приводит не к высвобождению энергии для новых свершений, а к тому, чтобы опустить руки, плыть по течению, и, наконец, опускаться на ту самую глубину, на которой становится небезопасным духовное, нравственное, интеллектуальное и даже физическое состояние человека. Я бы попросил вас запомнить этот образ человека, который опускается под воду. Чем глубже, тем больше следует заботиться о своей безопасности. И в каком-то смысле все мы, как водолазы, чем старше мы становимся, чем серьезнее то, во что мы вовлекаемся, тем больше возникает вызовов и опасностей для человеческой личности. И для того, чтобы этот слой воды нас не раздавил, мы должны быть готовы к сопротивлению. А что это означает? Это совсем не означает стиснуть зубы и со злым прищуром смотреть на окружающий нас мир. Это означает иметь внутреннюю свободу от таких влияний извне, которые могут нас раздавить подобно толще воды. Именно вера, дорогие мои, христианская вера и христианские убеждения дают нам способность оставаться свободными, строить жизнь, исходя из своих убеждений, строить жизнь таким образом, чтобы не уступить натиску той страшной толщи воды, которая может раздавить человеческое естество. Один мудрый человек как-то спросил у своих учеников, какой самый тяжкий грех. Те стали отвечать — убийство, измена, предательство, ненависть. Он говорит, да, все это тяжело ранит душу, убивает ее, но все-таки самый страшный грех — это неверие. Потому что если Бога нет, то все позволено. Потому что без православия русский человек — свинья. Ну и не только русский человек. Без Бога человек оскотинивается и осатаневает. Только вера, которая связывает душу человека действием Святаго Духа с Личностью Бога, может противостоять силе зла, ненависти, похоти, тому клубку страстей, в которые человек вовлекается. И благодаря своей поврежденной природе, поврежденной грехом, ну потому что оно как-то подобное тянется к подобному. Если внутри нас живет грех, он притягивается, притягивает ко вне. И мир, который лежит возле, который все время нам показывает картинки. А сходи направо, сходи налево, посмотри. Вообще не надо, зачем идти вперед к маяку, можешь тут поплавать. Ну и враждебная личность дьявола, который настолько ненавидит человека, что не так мы хотим спастись от злобы, как он жаждет человека погубить. И вот эти факторы, они с разных сторон давят на душу человека. Христианин, он воин. Не христианин, он в плену. Воин должен видеть военачальника, должен слышать его приказы, должен знать, где госпиталь, должен знать, где пункт приема пищи для укрепления сил. И вести невидимую брань, но не столько своей силой. Потому что нашему военачальнику дело есть до каждого. И сила Божья, она совершается в немощи человеческой. Когда человек осознает свою нужду во спасителе, и все время к нему вызывает «Господи, помилуй мя грешного». Помогай нам всем, Господь. Господи сил, помилуй нас.